СПТУ-92, Агролицей Медвежьи озера, Московский областной сельскохозяйственный колледж, МОПКИТ, Московский областной профессиональный колледж инновационных технологий, наконец, просто Щелковский колледж. Все это одно учебное заведение профессионального образования, одно из ведущих не только в Московской области, но и в стране. Сегодня колледж объединяет все бывшие профтехучилища и техникумы Щелкова, Фрязина и Лосина-Петровского. Головное подразделение расположено в деревне Долгая Ледова. Девять структурных подразделений, более четырех десятков специальностей, 4200 студентов и крупные солидные компании, которые буквально в очередь выстраиваются, чтобы принять выпускников к себе на работу. Все это Щелковский колледж, которому сегодня 75. Юбилей праздновали в Центральном дворце культуры. Герои вечера – педагоги и сотрудники колледжа. Их поздравляли и награждали от имени администрации трех муниципалитетов, Министерства образования области, Московской областной думы. Не каждый субъект Российской Федерации может гордиться такими образовательными учреждениями. У нас их достаточно много, но ваш колледж, что называется, стоит особняком. Сегодня профессия трудовая востребована. И все возвращается на круги своя. Я думаю, что сегодня человек труда займет свое достойное место, а вы эти кадры готовите. Главный подарок Щелковский колледж получил по итогам уходящего года. Он вошел в десятку лучших учреждений профессионального образования в России. Мы впервые в топ-10 страны оказались по качеству подготовки. В топ-100 уже в четвертый раз страны в целом. Горжусь тем, что возглавляю такой потрясающий коллектив. Специалисты газовой промышленности, банковского дела, энергетики, строители, программисты, химики, экономисты, повара и кондитеры, автомеханики, кинологи, садовники. Всех не перечислить. Более 900 профессионалов своего дела ежегодно выпускаются из стен колледжа. Я учусь на третьем курсе кинология. Поступила в 2019 году. Мы занимаемся собачками. Мне очень нравится. Всем советую. Я с детства с собаками. И в колледже она появилась в Щелковском недавно. И я решила, что судьба моя тут. Своими выпускниками колледж обеспечивает потребности предприятий Щелкова, Фрязина и Лосина Петровского. Но перечень компетенций, как живой подвижный организм, при необходимости корректируется с учетом потребностей работодателей. Мясники. Для нас это вообще было чудо. Потому что мы не собирались этим заниматься. Мы технари. Но гиперглобус попросил. Чего греха тает? Попросила немецкая торгово-промышленная палата. Мы взялись. И теперь мы лидеры в этом деле. В том, что колледж находится на лидирующих позициях, велика заслуга Владимира Ивановича Нерсесяна. Он легенда Щелковского колледжа. На протяжении 37 лет был его директором. Сейчас трудится методистом, помогая улучшать образовательный процесс в том или ином подразделении. Хотя, куда уж лучше. Колледж является передовой площадкой, на которой отрабатываются инновационные образовательные системы, профессионалитет или дуальная система образования. На его базе проводятся всероссийские конкурсы молодых профессионалов WorldSkills и областной Обилимпикс. Расширение границ образования для колледжа в порядке вещей. Потому востребованные выпускники – «Глобус», «Щелково-Аграхим», «НПО-Исток» имени Шокина, «Садовый центр Богородский», «Мособлгаз», «Мособленерго» – с этими и другими предприятиями много лет сотрудничает Щелковский колледж. Несколько их поколений трудятся в компании «Мособленерго» – бывшей Щелковской электросети. Михаил Фирсов 28 лет возглавлял это предприятие, принимая студентов на практику, а теперь сам готовит специалистов-энергетиков. Я никогда сам не думал, что буду преподавателем. Но вот как-то судьба свела. И я очень счастлив в этом. Я брел вторую жизнь. Там очень замечательный коллектив. Там прекрасные дети. Я работаю с молодежью. По-моему, сам даже помолодел. Есть ли еще к чему стремиться передовому учебному заведению? Есть, говорят его руководители. Назвать Владимира Нерсисяна бывшим язык не поворачивается. Кстати, они с Флорой Владимировной – представители одной педагогической династии. Войти в федеральные программы. Потому что федеральные программы дают возможность не чуть-чуть, а кардинально изменить материальную базу, внешний вид. Очень хочется, чтобы очередь из работодателей просто стояла и студентов, как говорю, бронировали еще до входа в колледж. Исполнение всех планов желали коллективу Щелковского колледжа в день 75-летия. А студентам успешного плавания по морям знаний и по океанам компетенции. Ирина Микеда, Валерия Жиглей, Щелковское телевидение.